Число жертв аварии на трассе Бишкек-Туругард увеличилось до 6 человек. Как сообщили в ОБДД Чуйской области, 22 июля примерно в 22.30 на 107-м километре автодороги Бишкек-Нарын-Туругард произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин. 46-летний водитель, управляя автомашиной марки Mitsubishi Pajero, столкнулся с автомашиной марки Honda Stepwagon. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте от полученных травм скончался 25-летний водитель и три пассажира автомашины марки Honda Stepwagon. Еще двое пассажиров скончались в больнице. Госпитализированы с различными травмами двое. При проведении медицинского освидетельствования было установлено, что водитель Mitsubishi Pajero был в алкогольном опьянении. На данный момент он находится в территориальной больнице с различными травмами. Данный факт – ДТП зарегистрирован в ЕРПП Кеминского района. Президент Задыр Джапаров поручил Министерству внутренних дел страны усилить комплекс мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Как отметил глава государства, в последнее время участилось количество крупных ДТП с человеческими жертвами. Задыр Джапаров особо подчеркнул, что нет ничего ценнее человеческой жизни, поэтому поручил МВД усилить контроль за выполнением мер, обеспечивающих безопасность дорожного движения, учитывая также начинающийся летний туристический сезон, в период которого многократно увеличивается плотность транспортного потока. Задыр Джапаров также призвал граждан соблюдать ПДД, водителей быть внимательными на дороге, уважать пешеходов и других участников дорожного движения. Президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в закон Кыргызской республики о введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней. Закон принят в целях всесторонней активизации двусторонних отношений с рядом стран и содействия стимулированию развития туризма. Так, вышеуказанным законом, перечень государств, в отношении которых вводится безвизовый режим сроком до 60 дней, дополняется девятью новыми странами – Албания, Болгария, Вьетнам, Израиль, Кипр, Северная Македония, Румыния, Таиланд, Мексика. Кроме того, закон дополняется нормой, согласно которой в целях обеспечения национальной безопасности и охраны здоровья граждан Кабинет министров вправе полностью или частично приостанавливать действия безвизового режима въезда в республику по согласованному предложению полномочных государственных органов, ведущих вопросами национальной безопасности в области здравоохранения и сфере иностранных дел. Закон вступает в силу по истечению 15 дней со дня официального публикования. В рамках рабочей поездки по регионам глава Кабинета министров Лукбек Марипов посетил село Чангарташ Сузакского района Джалалабадской области. Было отмечено, что в результате продолжительных проливных дождей произошел прорыв дамбы, вследствие чего были затоплены жилые дома, больница, школа, а также детский сад, находящийся на территории села. Глава Кабинета министров подчеркнул, что в кратчайшие сроки необходимо нарастить объемы дамбы и укрепить ее. В том числе следует рассмотреть возможность строительства специального сооружения по отводу селевых потоков. После обхода пострадавших дворов глава Кабинета министров встретился с жителями села, где ответил на интересующие их вопросы. Председатель Кабинета министров также посетил семью, где в результате схода селевых потоков погибла 6-летняя девочка и выразил слова поддержки и соболезнования семье погибшей. Отметим, что в результате схода селевых потоков в Сузакском районе повреждено 446 жилых домов. Из них полностью затоплены 118 домов. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям 46 жилых строений признаны непригодными для проживания. Работа по очистке и оценке ущерба продолжается. В завершении рабочей поездки по Баткенской и Джалалабадским областям глава Кабинета министров Улукбек Марипов посетил село Достук Сузакского района Джалалабадской области, где 20 июля текущего года также сошел сель. Было отмечено, что в результате схода селевых потоков пострадали посевные поля, в результате чего урожай был частично уничтожен. Глава Кабинета министров подчеркнул, что после оценки ущерба всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Распространенная некоторыми СМИ информация о том, что таджикская сторона установила видеокамеру на водоразделе головной в Баткене, не соответствует действительности. Об этом сообщили некоторые жители села Аксай. По сообщению, которое они записали на видео, стало известно, что на водоразделе установлены видеокамеры Кыргызстана. В Кыргызстане за сутки выявили еще 1127 новых случаев в небольничной пневмонии COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев. По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 678 случаев, в АШ-22, в Чуйской области – 134, в Ожской – 37, в Таласской – 7, на Рынской – 19, в Сыкульской – 54, в Джалалабадской – 94, в Баткенской – 82. С марта 2020 года в Республике зарегистрировали 155 тысяч 5 случаев в небольничной пневмонии COVID-19. В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 20 тысяч 74 человека. Амбулаторно лечится 15 тысяч 845 пациентов. В больницах – 4 тысячи 229, в том числе 243 человека в крайне тяжелом состоянии. 1186 в тяжелом состоянии основной массы больных – это 2741 человек – оценивают как средней тяжести. 53 пациента находятся в удовлетворительном состоянии. За сутки по республике выздоровели 1396 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели 132 тысячи 138 человек. От коронавируса скончались за сутки 10 человек. С начала пандемии по Кыргызстану скончались 2227 человек. В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 28 медиков. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев. По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 12 случаев в Джалалабадской области – 7, в Баткенской – 5, в Иссыкульской – 2, в Чуйской и Оржской – по одному. За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 12 медработников. Из домашней изоляции – 22. Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6295, из которых выздоровели 5533 человека. За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 568 тысяч 17 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанные учеными. Всего в мире коронавирусом заразились 192 миллиона 531 тысячи 709 человек. Больше всего зараженных в США, Индии, Бразилии, Франции и России. Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 135 тысяч 259. За последние сутки показатель вырос на 8 тысяч 704 человека. Уровень воды в Токтугульском водохранилище на сегодня составляет 11 миллиардов 630 миллионов кубометров. Об этом сообщают электрические станции. Отмечается, что приток воды составляет 656 кубометров в секунду, а расход – 451 кубометр в секунду. По предварительным прогнозам Министерства энергетики и промышленности до 1 октября уровень воды в Токтугульском водохранилище поднимется до 13 миллиардов 200 миллионов кубометров. Церемония открытия Олимпийских игр начнется сегодня, 23 июля, в 17.00 по бешкекскому времени. Честь нашей страны будут защищать 16 спортсменов. Флаг Кыргызстана понесет Каныки и Кубаначбекова. Она участвует в состязаниях по пулевой стрельбе. Изначально флаг должен был нести капитан Олимпийской сборной, борец греко-римского стиля Атабек Азизбеков. Но он отправится в Токио только в конце июля, ближе к старту соревнований. В состав Олимпийской сборной вошли Айсулуты Небекова, Мэрим Джуманазарова, Айперимедед Кызы, Арназар Акматалиев, Узюрджу Субеков, Атабек Азизбеков, Акджол Махмудов, Джоламан Шершинбеков, Айал Лазерев, Дарья Маслова, Нурсултан Кенежбеков, Каныки Кубаначбекова, Денис Петрашов, Роман Петров, Владимир Золоев, Бегдолет Расулбеков. Напомним, церемония открытия Олимпиады будет транслироваться в прямом эфире на канале КТРК Спорт. Также КТРК Спорт является единственным телеканалом в стране, который получил эксклюзивное право транслировать Олимпийские игры. Курс доллара в Кыргызстане начал дешеветь. Такая же тенденция прослеживается и с курсом евро. 23 июля обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 84,84 сома 20 тыинов, а продают по 84,40, 84,60. За сутки он потерял в цене 30,40 тыинов. Номинальный курс установлен Национальным банком 84,38 тыинов, то есть он упал на 0,37%. Курс евро также снизился за последние сутки на 20,30 тыинов. Сегодня его покупают по 98 сомов 70 тыинов, а продают по 99 сомов 90 тыинов. Официальный курс составляет 99 сомов 53 тыина. В Лелекском районе Баткенской области оперативники СБНОН при сбытии наркотических средств задержали 33-летнего гражданина Кыргызстана. В ходе личного досмотра в пакете обнаружены изъяты брикеты с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом дико растущей конопли. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, обнаружено изъятое вещество гашиш весом 5,5 кг, проинформировали в СБНОН. В рамках досудебного расследования по факту перевозки наркотиков продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Ведутся работы по установлению других лиц, причастных к преступлению.